Традиционно первым пунктом памятного маршрута становится площадь свободы. Здесь, в память о воинах, погибших при освобождении Бреста, у монумента легли цветы от представителей вертикали власти, общественных объединений и организаций, дипломатического корпуса. Образ солдат-освободителя навсегда останется примером истинного защитника Отечества. Надо чтить их. И если так дал Бог, что пуля не берут два человека, а одного. Если этот снайпер уложил в моего суседа, то пока я буду жить, мне нужны цветы. И, проходя мимо эмиралов, кланяться. Спасибо вам за то, что вы защитили нас. Продолжились торжественные мероприятия в стенах Брестской крепости. Легендарный подвиг Священной Цитадели остался героической историей в летописи Великой Отечественной войны. Сохранять мужество, верность присяге и воинскому долгу – это три главные заповеди, которые для современного поколения защитников Отечества должны стать незыблемыми. Современная белорусская армия имеет славные боевые традиции. На разных исторических этапах она достойно выполняла свою основную задачу – оборону страны и ее народа. Торжественным маршем по площади церемониалов прошли нынешние защитники Отечества. За плечами этих солдат и офицеров ответственная и важная задача – сохранить мир, покой, благополучие, которое создали и завещали солдаты Великой войны, а также продолжить строить современное независимое государство.